В октябре 1989 года на Семипалатинском полигоне прогремел последний ядерный взрыв. Ровно 40 лет эти земли были тайной лабораторией Кремля для испытания самого страшного оружия в мире. Тут были взорваны две трети всех советских ядерных бомб во время воздушных, наземных или подземных испытаний. Место было выбрано не случайно. Оно было идеальным с точки зрения секретности. Западным шпионам сюда было просто не добраться, ведь спутников в то время еще не было. Чекисты, которые курировали строительство полигона и испытания первой бомбы, докладывали в Москву, что на 100 километров вокруг голая степь. Населенных пунктов нет, поэтому и нет угрозы для людей. Это было ложью. Люди здесь жили. Но для империи человеческая жизнь никогда не была помехой на пути к своему величию. Какую страшную цену заплатил Казахстан за это? Почему Россия до сих пор арендует здесь земли? И какие эксперименты проводит в казахской степи? Вот вам исторические факты. Тайная лаборатория Советского Союза размером в сотни километров. Здесь было проведено 456 ядерных испытаний. Семипалатинский ядерный полигон. Сейчас из суда подойдет ударная волна. Эксперименты над техникой, домами и даже людьми. Район закрыли, людей переселили, а вот 53 человека оставили. Тайный диспансера номер 4. Этих пациентов сюда привозили, проводили исследования. Почему Россия до сих пор арендует у Казахстана зараженные земли? Проводится, может быть, ряд секретных исследований, неизвестных для гражданского общества. И что происходит в Курчатове, городе, которого не было ни на одной карте? КП стоялось, лейтера вон там сидели. Центр города Семей. Так уже в независимом Казахстане переименовали Семипалатинск. До полигона отсюда чуть более сотни километров. Мы думали, что идут просто учения. Обычно в воскресный день люстры двигались в разные стороны. Мебель немножко дребезжала. Только в 89-м от активистов антиядерного движения «Невада» Семипалатинс Жанна узнает. Это были не обычные военные учения, а испытания ядерных бомб. Это отражается на поколениях, третье поколение, четвёртое вот сейчас поколение. Есть семьи, которые болеют. Из поколения в поколение это уже генетически передаётся заболевание. Генетические изменения доктор ветеринарных наук Токал Зейнола начал замечать ещё в 70-х. Мы уже видели, особенно телят, двумя головами, разные, несколько конечных сил. Его жена тоже фиксировала подобные генетические изменения у людей. У меня жена была акушер-гинекологом, но они молчали. Им не давали даже другие диагнозы, вынуждали ставить. Этих пациентов сюда привозили, проводили исследования, ну и попутное лечение, конечно, проводили. Эти медицинские карточки под грифом «Совершенно секретно». Совершенно секретно, он даже единственный экзакляр. С экранов телевизора диктор радостно вещал об очередной победе Советского Союза в гонке вооружений. Что же произошло с допределами территории полигона? Как и предполагалось, радиоактивного заражения местности не произошло. Но на самом деле кремлёвская пропаганда, как всегда, врала. Радиоактивное облако накрыло город Ускреногорск. Было зарегистрировано порядка более 300 случаев остро-лучевой реакции. Именно для таких случаев создают так называемый диспансер номер 4. Уровень секретности таков, что даже руководители города не имели к нему доступ. Курировало нас не Министерство обороны уже, а КГБ СССР. Сейчас в этом помещении Институт традиционной медицины и экологии. Здесь знают и первых облучённых, и их внуков, и правнуков, которые поневоле стали объектами исследования, как радиация проявляется в поколениях. Десяти с половиной тысяч человек, которые систематически наблюдались и наблюдаются в нами в том числе и в настоящее время. В основном будет, конечно, на генетику сказываться. Местные вспоминают, есть целое сёло, которое советская власть почему-то забыла отселить на время испытаний. Там был раньше Абролинский район, и весь этот район закрыли, людей переселили, кто куда, а вот 53 человека оставили. В то время их наши врачи не имели права проверять. Приезжали в Москву или они увозили их в Москву и проверяли. Чтобы узнать, действительно ли ставили эксперименты над людьми и что происходит на полигоне, мы отправляемся в город Курчатов, центр ядерных исследований Советского Союза. Так взрыв выглядел из города Курчатова, центра Семипалатинского полигона. Местный таксист Бао уже давно привык жить рядом с радиацией. Заправский рыбак, он не раз ловил рыбу в так называемом атомном озере. Оно образовалось в результате ядерного взрыва. Две головы было, рыба ловилась. В этом нижней губы, телюсти нет. Как она вообще жила, я не представляю. Вот там так рыбачка, рука устает, реально рука устает. А потом что с этой рыбой? Едите? Ну а что, разговаривать с ней? В 20 километрах от города остатки военных сооружений. Тут находился КПП. Дальше пускали только тех, у кого был спецпропуск. Сам город имел несколько линий охраны. Уже на подъезде стояли вышки со снайперами. В КПП стоялось, лейтера вон там сидели. Ну, видите, они хотели сюда прорваться, а их никто не знает, может быть, не надо такое говорить. Ну, в общем, все нормально у нас всегда было. Она до сих пор боится сказать лишнее. Нина Дмитропавленко более 50 лет живет в этом городе. Тех, кто пытался сбежать, ловили, и они исчезали бесследно. Об этом и многом другом местных настоятельно просили никому не рассказывать. Но это молчание покупалось не только кнутом, то есть запугиванием, но и пряником. С самолетом всегда прилетали, продавали, все. У нас зимой мы всегда все фрукты имели в магазине. Все, которые летом только росли. Вместо памятника Курчатову в то время здесь стоял Ленин, показывавший рукой в направлении полигона. Вернемся в городок полигона. Сейчас из суда подойдет ударная волна. От полигона к центру города более 60 километров, но взрывная волна буквально сносила людей с ног. Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. В музее ядерного центра остались экспонаты, которые не вывезли российские военные. Когда в начале 90-х отсюда вышел гарнизон со всей документацией. Секретные материалы начали уже вывозить. Ну и после того, как военные выезжали, они часть материалов передали правительству Казахстана, а большую часть вывезли. Вот тот самый пульс, которого активировали первую атомную бомбу. Осталось около 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Видео испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, которые есть в интернете, это то, что позволили показать российские спецслужбы. Решение это принимает сейчас Российская Федерация по этим видеоматериалам. Специалисты ядерного института до сих пор составляют карту зараженных территорий. На полигоне проводилось много различных испытаний. О некоторых мы и не знаем до сих пор. В 91-м Семипалатинский полигон был закрыт для испытаний ядерного оружия. Но Российская Федерация все еще арендует земли у Казахстана на трех разных участках. Их общая площадь составляет более 86 тысяч километров. Это больше, чем Киевская, Житомирская и Волынская области вместе взятые. Что там происходит, можно только догадываться. Что творят военные и ВПК России и Казахстана. Проводится, может быть, ряд секретных исследований, неизвестных для гражданского общества Казахстана. Рассказать, чем занимается Россия на этих полигонах, не раз требовали казахские активисты. Но вместо ответов получили тюремные сроки. Это что, мы в Казахии подопытные кролики? Военный эксперт Олег Жданов уверен, после ядерной гонки Москва переключилась на космическую. Главным направлением исследования России является влияние радиации на людей. Если мы говорим, что мы идем в космос, то там главная проблема – это радиация. Они испытывают различные материалы для того, чтобы оградить человека от воздействия радиации, которая находится в космическом пространстве. Вплотную к полигонам живут целые поселки, в которых молча болеют и умирают люди. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, уличный художник Паша Кас изобразил картину «Крик» на заброшенной испытательной вышке Семипалатинского полигона. В 21 веке Казахстан превращается в свалку ядерных отходов. Государство продолжает экспериментировать над людьми. Это молчание. Семипалатинский полигон использовался Москвой почти полвека. Несмотря на то, что в его окрестностях проживали несколько миллионов человек. Но разве такая мелочь могла остановить Кремль? Ведь для империи человеческая жизнь всегда была расходным материалом. Тем более, когда речь шла о порабощенных народах. На сегодняшний день жертвами ядерных испытаний России в Казахстане официально признаны почти полтора миллиона человек.